Друзья, привет! Вы на канале Воколесо и в этом видео мы с вами посмотрим шину, которая с нами уже не первый год, но тем не менее она до сих пор актуальна, спортивна, крута и тем не менее, конечно же, почему-то на канале у нас ее нет. Это Latitude Sport 3 от Michelin и в этом видео мы с вами, конечно же, сделаем все наши любимые измерения по жестке состава смесей по шору, по толщине боковин и так далее. Хочу начать с рисунка протектора, хотя нет, давайте начнем лучше с того, когда эта шина была выпущена. Эта шина стартовала в 2014 году и, конечно же, Michelin возлагал на нее большие надежды и я думаю, что они, в принципе, оправдались. Эта шина имеет громадное количество амалогаций. Вот эта шина, допустим, видите, имеет амалогацию N0. Это Porsche, то есть данные шины устанавливались как первичная комплектация на автомобиле Porsche и в данном размере это был Porsche Macan. Шина с виду смотрится симметричной и многие даже в отзывах говорят, что вот какая хорошая симметричная шина, но нет, эта шина все-таки асимметричная. Во-первых, ну вот посмотрите, на этой части вот такие вот красивые рисунки, которые носят, кстати, очень достаточно четкое назначение. А вот здесь их, видите, нет. И как вы думаете, какая это сторона? Конечно же, это внешняя сторона. И давайте с вами, в общем-то, посмотрим, если там внешняя сторона, то здесь должна быть внутренняя. Да, это действительно так. Посмотрите, вот здесь множество разных языков применено, чтобы описать эту сторону как внутреннюю. Inside здесь написано, соответственно, это внешняя, точнее, это внутренняя сторона, а это внешняя. Так вот, зачем же нужны, ну мы потихонечку, кстати, к рисунку протектора переходим, и зачем же нужны вот такие вот рисунки на внешней части? Но когда автомобиль входит в повороты, так, знаете, агрессивно и даже немножечко кренится, то чтобы эта часть лучше цеплялась за асфальт, за дорожное покрытие, именно эти рисунки и нужны. Как они работают? В этих рисунках, посмотрите, есть огромное количество кромок. Вы знаете, наверняка, такое понятие, как кромочный эффект. Каждая кромочка будет лучше цепляться за асфальт, за дорожное полотно, чем отсутствие этих кромочек. И, соответственно, на внутренней части они абсолютно не нужны, и поэтому есть они только здесь. Это не только декоративный элемент, надо сказать. Во всем остальном, действительно, шина очень похожа на симметричную, но все же отличия кое-какие есть. Посмотрите вот на эти стороны. Во всем остальном, спортивности шине, конечно, не занимать, потому что, посмотрите, есть такое продольное ребро курсовой устойчивости. Есть вот такое вот ребро, и их объединяет, знаете что, но я думаю, что вы уже догадались, что они полностью монолитные. И единственное ребро, которое не монолитное, это вот это с внутренней стороны. Посмотрите, действительно, полностью такая открытая канавка, которая соединяет две вот этих широких продольных канавки. Мишлен так и говорит, что сделали канавки пошире, чтобы лучше отводить воду. И эти соединительные канавки между двумя продольными тоже носят именно такое назначение. Соответственно, все остальное сделано и переведено в такой монолит, чтобы шина очень хорошо держала спортивные автомобили, держала мощные и тяжелые автомобили. Так как Latitude Sport 3 это все-таки шина для внедорожников, для спортивных и мощных внедорожников. Ну и по отзывам людей, которые эксплуатировали эту шину, действительно, ну вообще очень много хороших и действительно позитивных отзывов, которые сводятся в основном к следующему. То, что шина действительно отличнейше управляется. Шина действительно очень комфортная, несмотря на то, что она такая спортивная. Но очень-очень важный момент, друзья. Шина все-таки спортивная, и поэтому она должна быть достаточно плотной. Но применяется она на автомобилях типа Porsche Macan, которые сами по себе очень комфортные, да. То есть, конечно же, если шины средней комфортности одеть на комфортный автомобиль, то они будут ощущаться очень хорошо. Что странно, что Michelin абсолютно не желает поставлять в Россию евроэтикетки. Просто я встречал шины Michelin, у которых просто были явно оторванные евроэтикетки. Знаете, вот кусочки здесь просто оставались. А встречал шины, у которых они полностью оставались. Но в большинстве случаев Michelin все-таки их либо убирает, либо не наклеивает вовсе. Хотя в этом случае стыдиться абсолютно нечего. И действительно, даже гордиться можно тем, насколько шина хорошо останавливается на мокрой поверхности. Но очень важно, друзья, разделять мокрую поверхность и поверхность с лужами. Да, водоотвод у шины есть. Но надо не забывать, что любая шина абсолютно даже с самым идеальным водоотводом может всплывать. И аквапланирование иметь. Не то, что может, она будет. Вопрос скорости, на которой она будет всплывать. А здесь на евроэтикетке указано торможение на мокром асфальте. Но мокром это не значит, что с лужами. И вот на мокром асфальте она действительно будет вести себя очень круто. Но вы спросите, откуда же у меня вся эта информация по евроэтикеткам, если ее здесь нет? Но в Европе-то она есть, эта информация. И на сайтах производителей все это, конечно же, пишется. И есть такие, знаете, сборные профессиональные сайты шины, где тоже вся эта информация есть. Так вот, по шумности шина средняя. Многие люди так и говорят, что да, она не самая тихая. И евроэтикетка это подтверждает. И шина не самая экономичная. То есть экономичность у нее на нормальном, среднем уровне. Но, по сути дела, шина и не для этого создана. А шина создана для того, чтобы отлично держать автомобиль в поворотах, на трассе, ну и так далее. Потому что в Европе есть даже автобаны без ограничения скорости. И там, конечно, это тоже может быть очень важно, не говоря о треках. Хотя, честно говоря, такая шина и треки, мне кажется, это немного все-таки разные вещи. Я думаю, что, как многие и пишут, что это такой спортивный туринг, который позволяет очень быстро перемещаться. По автобанам либо с полным отсутствием ограничения скорости, либо с достаточно высоким ее порогом. Но многие говорят о комфорте, и мы уже поняли, что все-таки комфортный автомобиль тоже здесь играет роль. Давайте измерим жестко состава смеси по шору и посмотрим, насколько именно он жесткий или мягкий. Это даст нам не только понимание того, насколько сама шина будет комфортной или не очень все же, и насколько быстро или не очень она будет изнашиваться. Потому что, как вы знаете, чем мягче состав резидентно-технической смеси, тем он быстрее изнашивается. Итак, мы сделаем три измерения и выведем среднее. Первый замер это 70,5 единиц шора, второй замер 70 ровно, и третий показатель это 71,0 единиц шора, и средний показатель это 70,5 единиц шора, что, как вы видите из нашей сравнительной таблицы, достаточно жесткий состав резидентно-технической смеси, но на уровне с конкурентами, на уровне с другими шинами, которые имеют спортивную направленность. Это Continental, Bridgestone и, конечно же, Кама. Ну, так вот, такой жесткий состав резидентно-технической смеси даст шине то, что она будет не так уж быстро и изнашиваться. И здесь важно что? Здесь важна еще глубина рисунка протектора. Давайте посмотрим, сколько же она у нас. Итак, смотрим. Глубина рисунка протектора это 7,1 мм. И это не такой глубокий рисунок протектора, что вполне обычно для спортивных шин. Но, на самом деле, бывает и менее глубокий, но бывает и, значит, на более глубокий. И здесь, как вы видите, есть еще и ограничители износа. Стоят они всегда, стоят на высоте 1,6 мм в соответствии с правилами дорожного движения, но скорее все-таки с правилами европейского законодательства, потому что шина европейская. Но Россия все равно руководствуется в этом случае правилами европейского законодательства. И в правилах дорожного движения у нас тоже прописано 1,6 мм. И если мы измерим глубину рисунка протектора до ограничителей, мы наверняка с вами посмотрим и увидим что-то типа 5,5 мм. Ну, давайте посмотрим. Бинго! Посмотрите, 5,5. Ну, а что же у нас по каркасу? Ну, вообще, Мишлен говорит о том, что в боковине используется двойной слой. Вот какого материала мы с вами, конечно же, посмотрим. И, тем не менее, можно отметить, что боковина для спортивной шины достаточно эластичная. И, видимо, вот отсюда идет вопрос, точнее, утверждение о комфортности этой шины. Потому что, конечно же, состав резино-технической смеси достаточно жесткий, но боковина вместе с автомобилями комфортными. Porsche имеется в виду Macan, потому что если вы возьмете какой-нибудь 911, там будет навряд ли комфорта. Да, а вот Macan, в принципе, достаточно комфортный автомобиль. И это ведь размер именно для Macan. Хотя, честно говоря, вот эти шины именно человек приобретает вообще на Volvo. Вот такая вот интересная штука. Но, тем не менее, еще надо сказать одно про жесткий состав резино-технической смеси. Несмотря на то, что многие говорят о том, что ее не надо прогревать, в отличие, вот я видел такой отзыв от Dunlop. Но Dunlop, в принципе, летний, очень многими всегда считался, что шина такая под прогрев. Так вот, говорят, что Michelin не надо прогревать. Но такой жесткий состав резино-технической смеси, все же надо понимать, что требует прогрева, чтобы он раскрылся полностью. И, конечно же, Michelin даст здесь в разы больше, ну, в разы в кавычках, я уж не знаю, насколько, чем Dunlop, естественно. Потому что, все-таки, Michelin, ну, давайте вот говорить честно. Michelin это все-таки премиальный бренд на уровне с Continental, с Bridgestone, с Pirelli. Потому что, вот посмотрите, Pirelli, да, и Michelin, и Bridgestone. Что их объединяет? А все ведь эти компании поставляли шины для Formula 1. Но вот разве, допустим, Amtel будет поставлять шины для Formula 1? Да нет, конечно. А Nexon может быть? Нет. Только шины такого премиального уровня, который имеет достаточный опыт в конструировании подобных великолепных шин, могут это делать. И Michelin здесь, конечно же, не исключение, а только лишь, наверное, правило. Поэтому плюсы здесь понятны, но есть еще и отзывы такие, что шина недостаточно крепкая. Там грыжи вылезают, но на самом деле каждую яму не спрогнозировать, это надо понимать. Но мы с вами можем помимо эластичности промерить толщину боковины. У нас есть для этого специальный прибор, вот такой вот. Кстати, я, друзья, хотел еще померить толщину канавок, точнее ширину канавок. И для этого есть специальный, у нас тоже, да, уж специальный некуда, да, штангенциркуль. Но, смотрите, целый сантиметр ширина канавки в этом размере, даже, вот смотрите, больше центральная. В общем, здесь все в полном порядке, водоотвод у шины будет потрясающий. Но, все-таки мы измеряем боковину, давайте посмотрим, насколько толщина этой боковины нам понравится. А нам понравится, наверняка, если она будет потолще. Итак, замеры. И надо понимать, что толстой боковиной, ну, как мы с вами любим, чтобы шина еще, помимо того, что она была спортивной, она еще хорошо держала все невзгоды судьбы, ямы там и так далее, мы любим, чтобы боковина была потолще. И толстая боковина это 8-9 миллиметров, а тонкая это 5. Соответственно, вот эту вилку вы теперь понимаете. И делать замеры я буду вот в этой части, центральной. Потому что там, где садится шина на диск, идет некоторое утолщение. А вот здесь вот, где соприкасается протекторная лента с боковиной, идет некоторое утонщение. А вот все грыжи, шишки и порезы у нас вылезают вот здесь. Поэтому я всегда делаю измерения именно вот в этой части, чтобы нам, собственно, как-то от чего-то хотя бы отталкиваться. А мы с вами будем измерять. И поймем, толстая или тонкая, вот, собственно, да, в другую руку взял камеру, чтобы мне тоже было как-то удобно. Итак, смотрим, сколько же у нас. 8 целых, ух ты, 5 десятых, даже 6 десятых миллиметров, да. Очень и очень толстая боковина. Да, действительно, это просто потрясающий результат. Боковина действительно толстая. И надо понимать, насколько же правда, что двойной слой каркаса на боковине. Давайте найдем эту маркировку. Итак, слойность каркаса, действительно, посмотрите, это двойной слой полиастера. Вместе с тем, на слой трет, то есть тот, который соприкасается непосредственно с дорожным полотном, это двойной слой полиастера, двойной стальной брейкер и один слой полиамида. В общем-то, все тоже очень круто. Действительно, шина, я думаю, что будет весьма и весьма. Ну, помимо того, что боковина толстая, еще двойной слой полиастера на ней, на боковине. Я думаю, что все это будет, конечно же, не только давать очень хорошую управляемость и держак на дороге. Но, если уж попадется какая-нибудь яма злосчастная, то шина, я думаю, что тоже должна выдержать. Хотя, я напомню вам, что все-таки отзывы о том, что грыжи появляются на этой шине после встреч с ямами. Но, надо понимать еще одну вещь, что все-таки эта шина не для ям. Если вы хотите шину для, блин, бездорожья, да, можно купить BF Woodridge KM3, например, да, вот там вот уж все ямы будут побеждены. Эта шина все-таки для нормальных, хороших дорог. И ведь Porsche Macan тоже не покупают, чтобы по ямам летать. Ну, УАЗик, может быть, ну или на худой конец Defender какой-нибудь, да, вот там можно. На Macan ты должен ехать по нормальной дороге, на нормальных шинах и получать огромное удовольствие от рулежки. Вот для этого эта шина создана. Ну, это я уже прям-таки в резюме забегаю. А я ведь еще вам должен показать маркировки, которые указаны на боковине данной шины. И, как вы знаете, я не показываю теперь абсолютно все на 100% маркировки, потому что я снял одно видео, где полностью описываю все маркировки, которые на боковине обычно бывают, и множество частных случаев, и создал отдельный плейлист. Посмотрите, сверху справа будет такая подсказочка, вы можете туда нажать и посмотреть, я думаю, что абсолютно любую информацию, подчеркнуть, та, которая вас интересует, по маркировкам. А по этой шине я буду проговаривать именно то, что касается именно ее, то есть что интересного здесь. Итак, мы первое, что видим, это такое слово NO, но на самом деле это N0, потому что есть еще N1, N2, и это тоже амалогация Porsche. Поэтому это N0, амалогация, значит то, что шины поставляются как первичная комплектация на заводы автомобильной Porsche. Е2 обозначает то, что шина была сертифицирована для продажи в Евросоюзе, что неудивительно. Здесь вот сверху можете посмотреть указанные номера пресс-форм, коды рисунка протектора и так далее. Tubeless это бескамерная шина, radial радиальная конструкция. X обозначает, и вот он, Green X, это обозначает то, что шина использует технологии, которые берегут природу. То есть, меньше выбросов на заводе, и, собственно, шина при утилизации тоже ее утилизировать проще, за используемых материалов, и таким образом шина тоже меньше, в общем-то, вредит нашей замечательной природе. Далее указана максимальная нагрузка, которая допустима. Это 825 кг на одну шину, или, получается, 3,3 тонны на комплект. То есть, явно Porsche Macan столько не весит, и здесь есть огромный запас по прочности в том числе. И это такой непрямой, но косвенный показатель. Outside это внешняя сторона, и максимальное давление, которое может быть закачано в эту шину, это 51 PSI, или 3,5 атмосферы PSI, это фунтов на квадратный дюйм. Что еще интересного? Здесь можно посмотреть, где шина была произведена. Нам тоже, конечно же, очень и очень интересно. Кстати, 101Y, это, я уже проговорил, индекс максимальной нагрузки. 3,3 тонны на комплект. А Y, это обозначает индекс максимальной скорости, то есть, до какой скорости на этой шине можно разогнаться. И этот самый Y обозначает то, что на шине можно разогнаться аж до 300, или до 300, как правильно, но километров в час. Бешеная цифра абсолютно. И, конечно же, запас огромный. DOT обозначает то, что шина была сертифицирована для продажи в США, и здесь никаких сомнений нет, потому что США это, я думаю, что один из ключевых рынков сбыта для подобных шин, потому что очень много мощных автомобилей и очень много шоссе различных автобанов в Америке. Просто безумное количество. 52.19 это дата производства. На каждой шине она указана вот в таком аварии. Это 52-я неделя 2019 года. И вот здесь интересная самая, на мой взгляд. Да, шина сделана в Венгрии, как вы это и видите. У Мишлена больше 40 заводов в различных странах мира, в том числе и в России. Но эта шина была произведена в Венгрии, а вот здесь зашифрована, где именно, в каком городе. И здесь указан номер партии, конечно же, чуть-чуть подальше. А вот где она была произведена именно, это вот говорит циферка, точнее цифра 6 и буковка I, хотя очень похоже на 61. 6i обозначает то, что, ну и в целом, код вместе с номером партии обозначает то, что шина была произведена в венгерском городе Ньеретхаза. Это такое, знаете, очень сложно произносимое, может быть, на первый взгляд, название города. Но оно нам уже встречалось, по-моему, в обзоре о Мишлен Латитутальпин 2. И тогда я вам говорил, что это такой небольшой город, который находится неподалеку с городом любви, Будапештом. И, конечно же, это все дело очень красивое. Я думаю, что и Будапешт, и Ньеретхазу можно посетить, посмотреть, как же все-таки там все замечательно и красиво. Но можно посетить и какую-нибудь другую страну, например, Хорватию. А вот вы знали, что в Хорватии, в городе Дубровник, проходил один из съемочных дней, а может быть, даже несколько съемочных дней, замечательного сериала «Игра престолов». Это потрясающе красивое место, где я ни разу не был, но мне бы очень хотелось. Я думаю, что если вы поедете первее меня, а или уже съездили, можете написать в комментариях, как вам вообще, стоит ли туда ездить. Ну, а в Ньеретхазу тоже, наверное, можно съездить для общего развития. Но, опять же, конечно, если позволяют финансы. А финансы вкладывать в путешествие, безусловно, можно, потому что это ведь эмоции, воспоминания и так далее. Ну, а мы, собственно, должны с вами взвесить эту шину и подводить какие-то итоги. Итак, я достаю наши весы и ставлю шину на них. Шина широкая, весы узкие, поэтому сколько там у нас получилось? Так, цифра, куда убежала? Что же у нас тут получается? Блин, давайте вот так вот, ладно. 14,1, даже 0,2 килограмма. Итак, шина еще и достаточно, ну, вы знаете, давайте честно, эта шина не тяжелая и не легкая, потому что, ну, явно двойной слой в каркасе имеет свои последствия, последствия в весе и в том, что шина, ну, не самая экономичная в этом мире, но на экономичность влияет и сопротивление качению тоже. Чем сопротивление качения ниже, тем лучше для топливной экономичности. Ну, а я хочу подвести итоги по этой шине и сказать вам, ну, для чего ее стоит приобретать и когда ее стоит приобретать, а когда не надо. Совершенно точно ее можно рассмотреть приобретение, если у вас Porsche Macan, потому что просто-напросто размеры и амалогация. Но если вы хотите получить достаточный, ну, знаете, мне кажется, все-таки эта шина вот для чего. Она сочетает в себе баланс, баланс управляемости, комфорта, прочности, и вообще шина отличная. Поэтому, если у вас есть возможность ее приобрести, и вот здесь один из минусов, на который многие обращают внимание, что она, ну, не самая дешевая, а, наверное, одна из самых дорогих. И если у вас есть возможность ее приобрести, приобретайте. Ну, а если нет возможности ее приобрести, я вас уверяю, что хорошую шину даже по более низкой цене вы найти сможете. Но это одна из топовых моделей, одно из топовых решений. И, конечно же, на мой взгляд, если у вас есть возможность ездить на Porsche Macan, то, скорее всего, и на Latitude Sport 3 у вас тоже есть, в общем-то, все возможности ее приобрести. Ну, друзья, надеюсь, это видео было хоть как-то вам полезным. Кстати, человек же приобретает ее на Volvo, значит, можно и на Volvo без проблем ее приобретать, если вы хотите этот самый баланс. Баланс управляемости, комфорта, прочности, как я и сказал. Ну, друзья, надеюсь, был вам полезен, может быть, немножечко сумбурно в этот раз получилось. Но эта шина немножко спонтанно у нас и оказалась, очень быстрая спонтанная продажа, поэтому и видео приходится записывать вот таким вот очень быстрым темпом речи и так далее. Ну, я надеюсь, вы меня в этом немножечко простите. И подпишитесь на наш канал, потому что я для вас стараюсь, записал очень-очень много видео. И я надеюсь, что этот канал вам поможет разбираться в мире шин и как-то поможет сделать правильный выбор для вашего автомобиля. Но, опять же, я не претендую на то, что тесты не надо смотреть. Всегда стоит смотреть и собирать всю информацию. Тесты, обзоры такие, как у нас. Ну, и, конечно, если вам все это нравится, поставьте этому видео лайк. Мне будет очень приятно. И спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok